За свою недолгую 37-летнюю жизнь Ван Гог создал около 2000 работ, а продал всего одну картину. Его мучительные, порой безумные отношения с миром выливались на полотна, четкостью форм и половодьем красок. Он был не признан при жизни, а после смерти оказал огромное влияние на мировое искусство. На выставке в Нью-Йорке внутренний мир Ван Гога становится доступен для зрителя. Когда вступаешь в это пространство, физически погружаешься в этот мир, как в полноводную реку или в звездный космос. Это мир Ван Гога, но не совсем такой, каким мы его знали по картинам 19 века. На этой выставке Ван Гог вместе с нами живет в современности. Вы можете просто войти в его произведения. Они везде, на стенах, на потолке, на полу. Это возможность совсем по-другому понять его работы, его замысел, его эмоции, размах, его воображение. Этот зал по площади больше 20 тысяч квадратных метров. И здесь зритель как бы сливается с внутренним миром художника. Музыка помогает нам прочувствовать этот мир еще глубже, на эмоциональном уровне. В феврале подобное мультимедийное действие открылось в Чикаго. В Нью-Йорке, созданная в бывшем речном терминале на пирсе 36, в Нижнем Манхэттене, на берегу Истривор. Выставка Ван Гога – это масштабная видеоинсталляция, спроецированная десятками скрытых проекторов. Режиссером красочного приключения стал итальянец Массимилиано Сикарди. Музыку написал известный мультимедийный композитор Лука Лангамбарди. Фонд фестиваля «Вишневый сад» – главный продюсер выставки. «Это, конечно, безумно было тяжело, потому что мы все это задумали и придумали во время пандемии. Люди в течение долгого, длительного времени не выходили никуда. Мы были реально первым публичным мероприятием, которое открылось в Чикаго. Надо было победить этот страх, надо было соблюдать все процедуры, чтобы все были здоровы, никто не заразился у нас на выставке. Я не ошибусь, если я скажу, что сотни людей работали над этим проектом здесь, в Нью-Йорке. То есть такая международная команда, все разговаривают с разными акцентами, но все хотят одного и того же принести радость людям». На выставке не только ожившие картины Ван Гога, его подсолнухи, его ирисы, его «Звездная ночь». Здесь еще и новая современная концепция восприятия, переживания, искусства. Не только созерцание, но и физическое его ощущение, взаимодействие с ним. У Ван Гога была хромастезия, он слышал цвета. Вот здесь можно на минуту ощутить себя Ван Гогом. Вот так он слышал красный цвет. А еще можно обратиться к Ван Гогу в эпистолярном стиле, написать ему письмо. «Вы можете написать Винсенту все, что хотите. Искусственный интеллект, который мы разработали, может это прочитать и создать логические связки, похожие на существующие в мозгу человека. Вопрос передается в базу данных из тысячи писем Ван Гога, которые он сам писал, и сканирует их в поисках смысла значений, связанных с тем, что вы написали. Программа вам отвечает, создает письмо от Ван Гога лично для вас». «Чтобы бросить вызов искусственному интеллекту, я специально пишу совершенно бессвязное письмо». «Дорогой Винсент, вы сейчас в музее. Нужно ли быть безумным, чтобы быть художником? Вы меня любите, а вы любите белых слонов?» Ответ от мастера пришел незамедлительно. «Моя дорогая Виктория, я получил ваше письмо и благодарю вас за него. Сознание того, что вы сейчас в Нью-Йорке, доставляет мне удовольствие, потому что сей город – истинная драгоценность в мире искусства. Сейчас я делаю зарисовки подсолнуха в желтом кувшине и хочу украсить ими всю свою студию. Простите за то, что я так тороплюсь. У меня даже нет времени перечитать это мое письмо к вам. Всегда ваш Винсент Ван Гог». «И ни слова о белых слонах». Из этого послания вряд ли можно составить представление о внутреннем мире Ван Гога. Но здесь, на выставке, живет не прошлое, а современная интерпретация его искусства. Как его может видеть и чувствовать человек 21 века. Виктория Пченецкая, Владимир Бадиков, Майкл Эггелс. Специально для Настоящего Времени Америка. Из Нью-Йорка. Субтитры создавал DimaTorzok